Расширенное заседание общественного совета Очередное заседание административной комиссии Выставка-ярмарка-подарки для любимых Закрытые города получили статус ТАСЭР А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Общественный совет Десногорска обращаются жители города с различными предложениями и замечаниями. На внеочередном совещании Совет рассмотрел проблемы благоустройства дорожных сетей и придомовых территорий. По плану работы Общественного совета на 2017 год была сформирована рабочая группа для мониторинга проведения общественного контроля благоустройства территорий Десногорска. В августе и сентябре группа провела анкетирование 300 жителей. Их интересовало мнение десногорцев о состоянии благоустройства, проблемы качества оказания услуг и предложения по улучшению территорий. В ходе мониторинга жителями высказаны пожелания по улучшению качества благоустройства территорий города Десногорска. Рабочая группа составила акт обследования и направила его в администрацию. 26 февраля прошло расширенное внеочередное совещание Общественного совета. На собрании присутствовали члены совета, представители администрации, депутаты городского совета, общественных организаций, ветераны Смоленской атомной электростанции и инициативные жители нашего города. Председатель комитета по городскому хозяйству и жилищному комплексу Марина Кулакова зачитала предварительный отчёт по рекомендациям рабочей группы. Прошло обсуждение проделанной работы управляющих компаний и службы благоустройства. Высказаны предложения, проведён первоначальный анализ проблем благоустройства дорог и дворовых территорий. В завершении совещания специалистам администрации и коммунальных служб Совет предложил составить аналитическую справку в выполнении рекомендаций жителей города и вынести её на общественное обсуждение на очередное заседание совета 12 марта. Десногорцев от 14 до 30 лет приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе молодёжных акторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна, моя Россия». Конкурс проводится по 17 номинациям. Подробную информацию вы найдёте на сайте моястрана.ру или по телефону 8 905 186 48 39. В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины и спокойствия в ночное время. 27 февраля состоялось заседание административной комиссии. В этот день комиссия рассмотрела 10 протоколов, которые были составлены за нарушение тишины в ночное время. Статья 27 областного законодательства. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. С 22 до 6 часов утра в местах постоянного проживания и длинного пребывания граждан в предсчёт предупреждения и наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей. В процессе заседания административной комиссии по 9 протоколам с нарушителями были проведены профилактические беседы и вынесены предупреждения. А по одному протоколу любитель-меломан заплатит штраф в размере полторы тысячи рублей. Смоленский космонавт Александр Мисуркин вернулся на Землю. Экипаж 54-й экспедиции Международной космической станции благополучно приземлился. Смоленин провёл в рамках нынешнего полёта на борту МКС 168 суток. В ходе работы на станции он успел установить рекорд по продолжительности разового выхода в открытый космос среди российских космонавтов. Для нашего земляка это был второй полёт на МКС. Вместе с ним на Землю вернулись на пилотируемом корабле «Союз МС-06» астронавты НАСА Марк Ван Де Хей и Джо Акаба. А сейчас новости культуры. В Смоленске прошёл галоконцерт международного фестиваля «Мост дружбы». Проект реализовывается региональным отделением Российского фонда мира при поддержке президентских грантов. В рамках фестиваля дети из Беларуси, Германии и Смоленской области участвовали в различных конкурсах, творческих встречах и выставках. Кроме выступлений танцевальных и вокальных коллективов, зрители смогли увидеть лучшие работы этапа декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, собранные на специальную выставку. В преддверии Международного женского дня в выставочном зале историко-крывеческого музея «Феникс» проходит традиционная выставка-ярмарка «Подарки для любимых», на которую можно не только полюбоваться на изделия ручной работы десногорских мастеров-умельцев, но и приобрести уникальный подарок для своих родных и близких. На ярмарке представлено множество изделий. Здесь вы найдёте всё, что угодно вашей душе. Это и изящные украшения из бисера и полудрагоценных камней, вещи домашнего декора, картины, выполненные в различных техниках, мягкие игрушки и многое-многое другое. В этом году в нашей ежегодной выставке-ярмарке принимают участие более 20 участников. С каждым годом у нас открываются всё новые имена, новые таланты появляются в нашем городе, что очень приятно нам с ними работать, естественно. Приглашаю посетить нашу выставку-ярмарку и приобрести для своих близких оригинальные и неповторимые подарки. Каждый посетитель найдёт здесь что-то по душе и не уйдёт без покупки и хорошего настроения. Ярмарка будет работать до 7 марта. Десногорские дзюдоисты показали хорошие результаты. 24 февраля в Ярцево состоялся открытый межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей. В соревнованиях принимали участие более 200 юных спортсменов в возрасте 10-15 лет из городов Смоленской области, регионов России и Республики Беларусь. Чтобы добиться победы, участники проводили по 5-6 поединков. Десногорские дзюдоисты показали отличные результаты. По итогам соревнований победителями и призёрами в своих весовых категориях стали первое место Денис Галачёв и Евгений Берг, второе место Денис Черников, и третье место Александр Яковлев, Филипп Нетреба, Андрей Бондарь и Юрий Филатов. Победители и призёры турнира были награждены грамотами и кубками. Специальным призом за лучшую технику был награждён Денис Галачёв. И в завершении выпуска новости Росатома. В России стало на три территории опережающего развитие больше. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании торов в закрытых атомных городах Челябинской области и Красноярского края. Закрытые моногорода Железногорск, Снежинск и Озёрск получили возможность выйти на новый уровень экономического развития. Решением правительства Российской Федерации им присвоен статус территорий опережающего развития. Потенциал для взятия новой социально-экономической высоты есть. Уже сейчас определены несколько десятков президентов, готовых открыть на территории ЗАТО инновационные производства и в течение нескольких лет превратить их в успешный, динамично развивающийся бизнес благодаря налоговым льготам. Будет практически обновлен налог на прибыль. Если сейчас предполагается, что налог на прибыль в федеральный и региональный бюджет составляет 20%, то предполагается, что он будет составлять 0% в течение первых 5 лет и в последующем не более 5% от 5 до 10 лет. И самое важное на них – это возврат на НДС. То есть имеют право заявиться по итогам года на то, чтобы мы возвратили НДС. По оценке Минэкономразвития новый статус поможет привлечь Железногорску инвестиции на 10 миллиардов рублей, Озерску на 8,5, а Снежинску на 5. При этом, исходя из специфики градообразующих предприятий, уже сейчас ясно, какие отрасли можно выгодно развивать в самое ближайшее время. Так в Озерске рассчитывают на открытие производства оборудования для нефтегазовой промышленности и металлообрабатывающих станков. В Снежинске есть возможности для проектирования производства теплообменных устройств. В Железногорске на базе научно-технологического центра уже готова основа для реализации программы развития цифровой экономики России. Мы создавались, строились, развивались и будем развиваться вместе с городами, где размещены наши предприятия. Будем создавать новые рабочие места, платить налоги, обеспечивать программы, которые позволяют городам жить, на основе кооперации с основными производствами. По оценкам экспертов, реализация проектов позволит создать не менее 900 новых рабочих мест в Железногорске, Озерске и Снежинске, а значит, повысить уровень жизни жителей этих моногородов. В настоящий момент в правительстве Российской Федерации также рассматривают документы о предоставлении статуса территории обережающего развития атомным городам Лесной, Новоуральск, Северск и Заречный. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.